Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с Вадимом Родионовым снова с вами. И сегодня мы снова прикоснемся к теме, что не все вещи, которые принято однозначно считать положительными, как уж хороши. Сегодня мы поговорим об обратной стороне эмпатии. Да. Да. Ну, мы все знаем, что эмпатия – это хорошо. Что такое эмпатия? Возможность сопереживать другому. Чувствовать эмоции другого человека, понимать их и сопереживать ему. Осознавать, чувствовать, что чувствует человек напротив тебя. И долгие годы, в этом есть своя правда, считалось, что основные наши беды – это нехватки эмпатии. Кажется, еще Барак Обама, уходя в отставку, сказал, что войны и тому подобные истории – это нехватки эмпатии. Кто-то из социологов или психологов издал книгу о том, что низкая эмпатия – угроза существованию человечества. И, наверное, да. Ну, будучи психотерапевтом, я часто сталкиваюсь с тем, что такое люди, выросшие без эмпатии. Их холодные, механические, не принимающие, не воспринимающие другого. Это те, которые этой эмпатии лишены. А есть люди, которые выросли вне некоего эмпатического поля своих родителей, не будучи слышимыми, не будучи поддержанными и так далее. То есть они просто не знают, как это работает. Да, да. Поэтому такие люди, сталкиваясь с внимательным вслушанием в их эмоции, в их эмоции, что в частности происходит в кабинете психотерапевта, часто теряются, потому что они вообще не подозревали, что такое бывает. Но, опять, не всё так хорошо, как нам кажется. Въедливые психологи и социологи провели ряд исследований и обнаружили интересные вещи. И обнаружили, что эмпатия, как ни странно, тоже очень избирательна. Они провели обследование среди людей, обычно больше среди людей разных политических взглядов. И обнаружили, что человек эмпатичный, эмпатичен не ко всем. То есть человек выбирает того, кто ему больше симпатичен, правильно? Человек эмпатичен к своим единомышленникам чаще всего. Тем, кто нам по каким-то причинам приятен. Если мы почитаем даже комментарии в социальных сетях, люди, позиционирующие себя как сторонников защиты интересов других людей и так далее, вдруг пишут достаточно жестокие и оскорбительные комментарии. Или под новостью о смерти какого-нибудь политического оппонента ставят смайлик. И тому подобные вещи. Ну вот, кстати, вчера умер Всеволод Чаплин, протеерей Русской Православной Церкви. Человек неоднозначных взглядов, который, кстати, был гостем программы «Абонент доступен». У него, кстати, весьма вольная трактовка заповеди «Не убей». Он считает, что при определенных обстоятельствах определенных людей можно, в общем-то, отправлять на тот свет. Но вот там очень показательное это разделение. То есть человек умер, у него разные достаточно радикальные взгляды, и многие просто этим восторгались. То есть из Сирии, вот наконец-то, вот тебе туда и дорога, и так далее, и тому подобное. Много жестокости, хотя, казалось бы, ну вот человек умер, и, как мы знаем, либо хорошо, либо никак. Известная история, регулярно происходящая в Англии. Чему были очевидцами лично мои знакомые. В годовщину смерти Маргарет Тэтчер, женщины жестких консервативных взглядов, и, ну, в свое время зажавшие английскую экономику в рамке. До сих пор в годовщину смерти выходят люди, либеральных взглядов, любящие человечество, и страшно ликуют. Ходят с плакатами «Ведьма сдохла» и тому подобные вещи. Очень интересно, как-то любовь к человечеству, сопереживание к страданиям, с ликованием по будущей этой смерти, очень странно сочетается. Здесь, мне кажется, есть еще один интересный нюанс. Я как журналист это очень часто наблюдаю, потому что люди, которые в социальных сетях, допустим, высказываются жестко по политическим вопросам или по каким-то другим, и у них есть сторонники, есть оппоненты. Эти люди очень часто в жизни как раз не являются злыми. Если чуть заглянуть поглубже, то находишь там много хорошего и светлого. То есть вот эти некие такие… ну, как Шендерович Виктор, который был в гостях в нашей студии, он приятный человек на самом деле. У него жесткая сатира, может быть, даже язвительно жесткая сатира, но с ним приятно разговаривать. Я вот как раз обращаю внимание, что часто людям не хватает вот этого понимания человека. Они ведутся на эти заголовки, ведутся на какие-то часто вырванные из контекста слова для того, чтобы поставить свой диагноз и уже, в общем-то, дальше продолжить дискуссию. И в том-то и беда, что эмпатия и понимание у нас часто, как бы сказать, мы их ставляем для тех, кого считаем достойными их. Вот английские знаменитые учёные провели исследование достаточно большой группы людей с помощью специального опросника для выявления уровня эмпатии. И в том числе это примерялось к людям разных политических взглядов и так далее. Так вот выяснилось, что те, кто считают своих единомышленников достойными сочувствия, сопереживания, сострадания и так далее, к людям, другим взглядам, к своим оппонентам, вдруг что-то теряют сострадание. То есть для них этот человек уже не совсем человек, то есть такое расчеловечивание происходит на уровне? Да, он не совсем человек. Причём проводили различные анонимные опросы. Как бы отнеслись, если ваш ребёнок вступил в брак с человеком противоположных вам политических взглядов? И многие тоже относились к этому крайне негативно. Как бы отнеслись, если бы ваш друг принял позицию, которая не совпадает с вашей, и многие сказали, что они перестали вычитать его своим другом. Ну, что находительку за примерами, все мы помним разгар конфликта Украины и России, когда не то что друзья, братья и сёстры, родители и дети переставали разговаривать друг с другом. Хотя, казалось бы, семейная любовь, которой до того ничто не угрожало, и вдруг всё это рушится просто потому, что у людей разные политические взгляды. То есть, получается, что здесь механизм эмпатии, он отключается? То есть, под давлением вот этих других причин? Не отключается, он избирателен. То есть, мы перестаем испытывать жалость. Вот этот человек достойен нашего сочувствия, а этот недостойен. В общем, как будто вот эта избирательная эмпатия делает странную вещь, как будто твой оппонент превращается даже не совсем в человека. Это представитель другого биологического вида. Здесь можно вспомнить совсем трагический пример из истории. Это Холокост, когда, в общем-то, люди, немецкие солдаты, которые расстреливали евреев, они просто выполняли свою работу и не видели. Или, во всяком случае, пытались убедить себя в том, что они не видят в тех людях, которых они убивают, именно людей. Вот как это работало в той ситуации, когда это просто был конвейер убийств, и человек должен же был как-то себе это объяснить? Мне кажется, хорошо объясняется в романе Джонатана Литтелла «Благоволительница». Очень тяжёлый, жёсткий роман о войне, о Холокосте. И Литтелл, насколько он очень глубоко исследовал эту тему. Были люди, которые откровенно получали удовольствие. Но это садист. Были люди, которые относились к этому равнодушно, как к работе. Были люди, которые искренне страдали всё-таки. И понимали, мы делаем ужасные вещи, но мы делаем их во время будущего Германии. То есть, фактически, мы приносим жертву не этих людей, не жертв, а жертву самих себя. Но эмпатия тогда вот в такой сложной ситуации, когда человек делает что-то чудовищное, но при этом страдает и мучается, она отключается или она деформируется каким-то образом? То есть, он же видит перед собой лицо мужчины, женщины, ребёнка, которых отравляют. Если с эмпатия не отключается, то человек рано или поздно, терзаемый чувством вину, уничтожит сам себя. И это тоже описывалось, что люди, принимавшие участие в карательных акциях, иногда кончались с собой после этого, потому что жить с тем, что они сделали, было невозможно. Но в массе своей, увы, как мы замечали, и на примере Холокостов, в самых разных странах, где это происходило. Опять же, если мы вспомним античность времена рабства и времена рабства в Америке, человек, становясь рабом, он терял статус человека. Но это как хуту, кстати, и тут все в Руанде. То же самое. Нет, ладно, в античности это было, ты стал рабом, и ты в общем-то уже не можешь быть воспринят как свободный человек, ты не заслуживаешь сопереживания, твои чувства никого на самом деле не волнуют. И это не потому, что ты плохой человек, это просто перешло в статус, который тебя лишает права на какое бы то ни было сопереживание. Но мы ведь все-таки, мне интересно, как работает мозг, как работает психология конкретного человека. То есть, оказавшись в такой ситуации, даже если мы смотрим на человека сверху вниз, я сейчас моделирую эту ситуацию, раб и господин, мы же видим глаза, мы же видим эмоции, мы же видим страх. То есть, человек же все-таки способен даже в этой ситуации испытывать какие-то человеческие чувства, жалость, сострадание, видеть, что другому плохо. Мы не говорим о патологических садистах, это другая история. – Я думаю, что здесь на помощь всегда приходит масса защитных механизмов. Ну, например, того же раба, очевидно, можно наказывать ради его же блага. – То есть, мы заботимся. – Да, это вид заботы. Он наказан ради его же блага, потому что иначе он не поймет, как себя вести и погибнет. И еще множество функций. – То есть, я делаю это для вашего же блага, хотя я делаю это во вред. – Я думаю, что для того, чтобы мало кто может сказать себе, и, наверное, тогда такие истинные откровенные садисты, я унижаю кого-то, жестоко с ним обращаюсь и получаю от этого искреннее удовольствие, просто потому что я таков. Скорее всего, всегда этому нужно некое объяснение. Я думаю, что вот это объяснение, что это не совсем человек, нам очень помогает оставаться хорошими в собственных глазах. Я думаю, что на самом деле нет большой разницы, такой принципиальной. Ну, какая-то есть, конечно, но по ощущениям ты недостоин моего сочувствия, потому что ты, я не знаю, я либерал, а ты консерватор, или, наоборот, я консерватор, а ты либерал. Ты недостоин моего сочувствия, потому что ты еврей, или ты любую другую национальность, которая несоответствует взгляд. Это помогает сохранять собственную целостность. Это помогает искренне считать себя хорошим, сопереживающим человеком. Но ведь человек не может не понимать, как мне кажется, что если он выступает против какой-то группы именно по причине, которая от этой группы не зависит, например, национальность, то, соответственно, он не может быть хорошим. Он, скорее, должен воспринимать себя как ущербным, потому что его восприятие мира связано с тем, что он пытается себя просто за счёт этого возвеличить. Вадим, вся человеческая история вас опровергает, простите меня. Да, я знаю. Я пытаюсь просто идеальный мир нарисовать. Люди искренне… Дивный новый мир. Люди искренне… Те, кто находит дивный новый мир, почему-то не рады в итоге. Да. Хаксли не зря написал. Я думаю, что люди искренне себя… Это отличный защитный механизм. Если моя эмпатия не избирательна, а тотальна, то фактически я перестаю делить мир на своих и чужих. Эмпатия – это управляемое всё-таки ощущение, это чувство. То есть это сознание или это бессознательно работает? То есть мы вот эту избирательность проводим бессознательно, в первую очередь. Разумеется. Даже разделяя на, условно говоря, тех, кто за Крым или тех, кто против. Разумеется. Потому что вот этот человек, он плохой, он в воплощении зла, он сторонник сил зла. Неважно, Вашингтонского обкома, Госдепа, Кремля или ещё чего-нибудь. Неважно. Массат, конечно, куда же без него. Классическая история. Но ещё раз я думаю, что в данном случае эмпатия носит очень защитный характер. Потому что если ты принимаешь, что любой заслуживает твоего сочувствия и сопереживания, ты перестаёшь делить мир на своих чужих, на плохих, хороших и так далее. Ты вынужден относиться с обострённым сопереживанием ко всем, а это уже совсем другое. И тогда ты выпадаешь из очень удобной для тебя схемы, которая позволяет сразу сделать мир чёрно-белым и понять, что ты на белой, на светлой стороне, а все остальные – это зло, которое, скорее всего, заслужит уничтожение. Но если человек обладает всё-таки эмпатией, и он находится в этой чёрно-белой схеме, возьмём, опять же, пример из истории, скажем, военнослужащий Вермахта, который не разделяет то, что делал Рейх. И, соответственно, он живёт в неком страдании, но он при этом старается минимизировать ущерб от своих действий. Ну, не саботируя, но, тем не менее, может быть, не так рьяно выполняя свою службу. То есть, это всё-таки эмпатия имеет возможность каким-то образом влиять на человека и помогать ему не совершать какие-то необдуманные или чудовищные поступки. – Я думаю, что да. Я думаю, что есть люди, их может… Ну, я не владею статистикой, но в самые чёрные времена находились люди, способные на жалость, сочувствие и спасение своих ближних. Неважно, в какие бы это времена ни происходило, были те, кто спасали, собереживали, те, которые не пользуются возможностью швырнуть камень или воспользоваться имуществом своих политических недругов. Ну, эмпатия, связанная со смелостью? – Не всегда. Не всегда. Я думаю, человек может испытывать сочувствие, но при этом бояться рискнуть с собой. Но эмпатия, которая тебе позволяет не сделать гадость, не сделать подлость, уже чего-то стоит. Хотя я могу себе представить человека, на самом деле, который, будучи лишённым эмпатии, наделён жёстким кодексом моральных правил, которые ему заменяют эмпатию и позволяют поступать так или иначе. Но это, скорее всего, будут люди, которые следуют не духу закона, а букве закона. Что тоже не всегда плохо. Когда человек понимает, что это зло и так вести себя нельзя, он так и не будет себе… – Я считаю, что он не способен очень сострадать. Просто для него это неприемлемо, не вписывая его картину в мир. – Я понимаю, что это очень абстрактный вопрос, который я сейчас вам задам. Но вот есть такое разделение очень условное на хорошего и не очень хорошего человека. Мы про кого-то говорим, что вот это хороший человек, а этот человек плохой. Ну, можно и по-другому ещё сказать. Вот это условное разделение на хорошего и плохого связано с чувством эмпатии? То есть плохой тот, у которого его нет? – Давайте заговорю. Нет, я честно не соглашусь с этим делением. – Оно очень условно и очень… – Нет, хотя бы по простой причине. Есть люди, есть психически больные люди, у которых есть некая ущербность в эмоциональной сфере. Они не способны испытывать яркие эмоции, не способны сопереживать. Это дело-то их плохими людьми, нет? – Например, аутисты? – Люди с аутизмом, люди интровертные, люди с самыми расслабленными. Есть люди, не способные к эмпатии. Это ещё не дело-то их плохими. Это не дело-то их способно наслаждаться чужой болью или быть они абсолютно равнодушными. Поэтому я бы не стал ставить знак «равно» между отсутствием эмпатии и понятием «плохой человек». – Ну, в общем, понятие «хороший» и «плохой» имеет право на существование, как вы считаете, учитывая, сколько субъективных факторов всё-таки в этом сходится? – Я думаю, оно имеет право на существование, и у каждого своя шкала. – То есть всё-таки это наше субъективное восприятие? – Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что… Наверное, есть вещи, наверное, каждый скажет, что человек насилующий, убивающий детей – плохой человек. Наверное, кто-то тоже может сказать, что вы просто не понимаете его, что его к этому привело, какие травмы. – Жарная система там. – И так далее, и так далее. Но, тем не менее, ну, наверное, опять-таки каждый выстраивает понимание. Кто-то может погрузиться в философию, сказать вообще об условности понятия добра и зла и тому подобное. Но поэтому я думаю, что всё равно у нас нет некоего, не знаю, инструмента универсального. У нас нет универсального инструмента. Поэтому мы каждый вынуждены сам для себя, во-первых, эту шкалу выстраивать, а во-вторых, если мы всё-таки задумываемся о себе, почему мы делаем те или иные выборы, даже за себе вопрос, а почему я считаю это хорошим, почему я считаю, что это плохие. Откуда ко мне пришли именно эти критерии? Откуда ко мне пришли эти понятия? Они вообще мои? Или это что-то мною унаследованное, воспринятое как аксиома? Возможно, не всегда правда. Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут прервёмся. Рель Резник Мартов. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Рель Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И вот мы сегодня говорим об эмпатии и об обратной стороне эмпатии. Вот пример, который пришёл мне в голову, когда мы смотрим фильм, например, где повествование идёт от лица, ну скажем так, не очень хорошего человека, например, бандит. Ну, Бонни и Клайд, возьмём классический пример. Ребята, в общем, занимались не то чтобы самым хорошим делом, за что потом были, в общем, расстреляны и вызвали чувство сострадания, чувство жалости. Мы ведь начинаем сопереживать главному герою, даже если он бандит, даже если он убийца, даже если он совершает какие-то... Ну, ладно, окей, прочихотил, я смотрел фильм, сопереживание не вызывает, но это отдельная история. А вот такие ребята, которые грабят, убивают, ну, вроде как в них есть ореол благородства, то мы начинаем сопереживать этим людям и хотим, чтобы их не поймали, наверное. Я думаю, что всё очень известно от того, как нам режиссёр фильм или актёры продают эту историю. То есть насколько он обаятельный? От симпатии, от его как-то показано. Если нам покажут мрачного, кровавого злодея, кто он как можно быстрее уничтожить, это одно. Ну, король Джеффри в «Игре престолов» не вызывал у меня сопереживания. И не было такой цели, я так понимаю, это как раз персонажи, где все испытали живейшее эмпатическое удовлетворение во время его смерти. Да, спойлер, когда его отравил герой. Да, да. Если говорить не только о негативных сторонах эмпатии, не только в плане выбора и отношения сочувствия к политическим противникам. Кстати, я помню как раз кого-то из людей заведомо либеральных взглядов, который стоял с плакатами по поводу, с весёлыми шутками по поводу смерти кого-то из недругов. Чёткие жёсткие шутки, очень неприятные. Ну, это очень распространённая история. То есть, по поводу людей, сгоревших в Одессе, то ли ещё о чём-то. Ну, ладно, бог с ним. Где ещё есть негативные стороны эмпатии? Все мы знакомы с понятием профессиональное выгорание. Как мы знаем, профессиональное выгорание, сейчас этот термин расширился, он распространяется на всех, кто кладёт всю свою жизнь на алтарь работы. Но, в принципе, изначально этот термин имел отношение к людям, занятым работой в медицине, в заботе о жителях пансионатов, социальные работники. Которые сталкиваются с человеческой болью. Педагоги и т.д. Вот там неконтролируемая эмпатия тоже приводила к выгоранию. То есть, люди в итоге, маятник откачивался в предположенную сторону. Люди становились циничными, мрачными, абсолютно равнодушными к чужой боли и так далее. То есть, эмпатия, очевидно, тоже возможна передозировка. Ну, это, наверное, свойственно врачам, не в плане профессионального цинизма, хотя, наверное, он тоже есть, но в плане некой попытки отстраниться, потому что нельзя ведь, наверное, всю боль брать на себя и пропускать через себя. Где-то нужно останавливать этот механизм. Я думаю, что врачу такая тотальная эмпатия противопоказана. Я говорил с детским хирургом, который как-то объяснил эту ситуацию. Я не смотрю на ребёнка, как на ребёнка в тот момент, когда нужно пришить разорванное сухожилие. Потому что если я буду думать о своих детях, у меня будут дрожать руки. Разумеется. Что ещё? Ну, то, с чем я сталкивался с этими пациентами, люди, руководители какой-нибудь компании, владельцы и так далее. Люди, наделённые чрезмерной эмпатией, люди, входящие в положение всех вокруг. Человек плохо работает, но у него же семья, как же так? Его же нельзя выгнать, кто будет кормить его детей? Дадим ему ещё шанс, ещё шанс, ещё шанс. Человек ворует у меня деньги, или человек строит какие-то интриги против меня, человек распространяет обо мне недостоверную информацию. Ну, его же жалко. Если я его сейчас буду увольнять, он же очень расстроится. Он будет полностью разрушен. Как я с этим справлюсь? Как я буду с этим жить? Да, я буду себя виноватым. Есть люди, которые, в принципе, каждый раз сдают себе вопрос, если я сделаю то-то и то-то, вдруг на меня обидятся, вдруг я кому-то причиню боль. И иногда бывает, что эта ситуация человека оставляет в одиночестве, потому что для него с кем-то сблизиться уже стать ответственным за чьи-то эмоции. Поэтому лучше держать некую холодную дистанцию, нежели сближаться и испытывать боль, чувство ответственности, чувство вины. Более того, эмпатия, всё-таки давайте будем откровенны. Вот, у нас звонок. Да, звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте, Валерий. А вот есть такие очень замкнутые коллективы, например, полярные станции, космическая станция, потом подводные лодки. Вот если кто-то не нравится, но противный человек всё, но туда же подбирают людей, каждый выполняет свою какую-то обязанность. И без одного человека это уже работать не будет. А вот их подбирают действительно, по принципу, как вы говорите, эмпатии, или просто их набирают и всё по специальности. Вот если кому кто-то не нравится, что с ним делать-то? Его ж не выгодишь, в море не выкидешь. Спасибо. Куда ты денешься? Я не имел дело с подбором персонала в такие сферы деятельности. Я вдруг вспомнил, был такой очень приличный натвийский фантаст Владимир Михайлов. У него была книжка «Сторож брату моему», где людей подбирали для каких-то экспедиций в космосе и так далее. И одним из главных критериев была психологическая пластичность, способность ужиться с другими людьми. Я думаю, что, конечно, планируя отправление в космос, тем более, наверняка, или на какие-то длительные зимовки, я думаю, проходит какой-то отбор личностный тоже, наверняка. Без этого это всё ставилось бы под риск катастрофы. Ну вот космонавты, с которыми мне довелось общаться, включая Алексея Леонова, который, к сожалению, ушёл из нас из жизни в прошлом году, они как раз говорили о том, что, ну, им задаёшь традиционный вопрос, не было ли вам страшно, когда вы впервые выходили в открытый космос. Он говорит, если бы мне было страшно, я бы с вами сейчас не разговаривал. То есть это всё-таки люди менее подвержены каким-то эмоциям, таким, которым подвержены, ну, обычные люди. Я думаю, что это не гиперчувствительные люди явно, это люди, которые больше направлены на некую задачу. И это люди, которые, скорее всего, не знаю, от рождения ли, или это наработано, обладают некой внутренней дисциплиной, позволяющей контролировать своё поведение и свои эмоции, в том числе. Возвращаясь к теме излишней эмпатии на работе... Звонок опять? Да. Много радиослушателей на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Александр. Здравствуйте. Упомянули уважаемого Леонова, но ему не было страшно, когда он выходил в космос. Ему было страшно, когда он не мог зайти в шлюз. Вот это было состояние, конечно, там всё было, и страх, и отчаяние, но всё-таки голова у него работала и самобладание. Да он как раз говорил, что не было ему тогда страшно. Он скорее думал, как эта задача. Да, 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 не было ему страшно. Он же прекрасно понимал, чем это может закончиться. Но вы говорили с Леоновым, или вы сейчас делаете вывод? Нет, я очень много читал, во-первых, а во-вторых, неоднократно его интервью, когда он говорил, да, значит, когда этот момент, когда там надо было, значит, скидывать это давление, это грозило вообще-то откровенно летальным исходом. Да, хорошо. Александр, вопрос ваш какой? Да, вопрос такой, знаете, вот что такое эмпатия, отсутствие её или присутствие, это то же самое, как мораль. Да, вот есть, не бывают морали разные, бывает, вернее, наоборот, бывает мораль разная. Одна мораль, значит, другая мораль, так и здесь. Вот если ты в рамках мировоззрения себе, значит, устойчиво, я имею в виду людей, которые уже сложились и имеют какие-то представления о жизни, если ты в рамках своего мировоззрения, значит, обязан всё-таки, вот благодаря принципам, значит, проявлять эмпатию, это или хорошо, или плохо, но это твои принципы. А если у тебя иное мировоззрение, и ты, значит, не проявляешь, это не говорит о том, что ты плохой человек. Вот я приведу пример. Да, короче, можно всё-таки это не интерактивно? Очень короткий пример, значит, вот мой дальний родственник служил во время войны в разведке. Значит, вот когда их закинули в тыл, один из их там диверсионной группы член получил, значит, ранение, и они его пристрелили банально, потому что, значит, задание было такое, что никто не должен был там, значит, проболтаться о целях заданий и так далее, и так далее. Убили своего человека, он об этом вспоминает, но, значит, вот это проявление эмпатии, сочувствия, но это вот именно мировоззрение, чувство долга, и, значит, то, что потом будет, ты должен ощущать. Так и с людьми. Да, спасибо вам, Александр. Ну, вот такой пример. Я думаю, что в диверсанты вряд ли один из критериев отбора – это высокий уровень эмпатии. Люди с высоким уровнем эмпатии, наверное, выбирают всё другие профессии, я подозреваю. Ну, кстати, ведь я слышал и такую точку зрения по поводу того, что люди, обладающие высоким уровнем эмпатии, лучше всего умеют мучить других людей, то есть они в этом плане знают, на какие точки давить. Вот как раз я читал одну из статей, где как раз анализировалась эта ситуация, что для того, чтобы ломать человека, как раз нужен человек с уровнем эмпатии, потому что он поймёт, где надо надавить, чтобы этого человека морально сломать. Ну, карательные органы. Я думаю, что хороший манипулятор и человек, наделённый высоким уровнем эмпатии, не всегда одно и то же. Хотя, чтобы хорошо манипулировать, нужно понимать человеческие эмоции. Наверное, здесь есть определённая логика. Где ещё мы сталкиваемся с негативным действием эмпатии? Ну, как я уже говорил, это всё-таки может… Бизнес может быть разрушен. То есть, там, где внимание, чувствительность к эмоциям отдельно взятого человека доминирует над интересами и какой-то задачей происходящего. Где ещё? Я думаю, что родители, наделённые очень сильным даром сопереживания и неспособные переносить дискомфорт своего ребёнка, часто идут на действия, что целому ребёнку вредят, скорее всего. Это такая повышенная тревожность уже вследствие эмпатии? Тут мы можем начать вообще спорить, объяснять, где подлинная эмпатия, где псевдоэмпатия, где быть жалеющим и добрым как-то комфортнее, чем идти на некий конфликт и так далее. Но фактуется фактом, что есть дети с запущенным здоровьем, потому что не очень нервы ходить к врачам, плачут, и родители мотивируют тем, что им их жалко, не доводят их до врача. То же самое происходит с учёбой и прочими интересами ребёнка. Ну, опять вопрос. Ребёнку дают всё, что он хочет. Не знаю, вредные сладости, часы сидения в гаджетах, потому что ребёнок безразличный или потому что его жалко и хочет, чтобы ему было хорошо. Получается, что безразличие и эмпатия могут идти рядом? Могут дать схожие результаты. Они не идут рядом, они могут дать схожие результаты. То есть они могут травмировать? То есть эмпатия на самом деле, помимо всего прочего, ты вроде чувствителен к чужой боли и к чему эмоции, но в то же время это настолько может болезненно откликаться в тебе, что ты предпочтёшь не принимать правильного решения, лишь бы не вызвать у кого-то негативную эмоцию и не чувствовать себя ответственным за это. Получается, что в этом есть и эгоизм тоже. То есть я не хочу страдать, потому что страдания другого могут доставить страдания мне. Я думаю, что это слово эгоизм не всегда плохо. Я думаю, мы всегда отталкиваемся от собственных ощущений. Ну, скорее, это некий категоричный форм. Здоровый эгоизм тоже, наверное, должен быть. Человек должен и любить себя в том числе. Да, но обычно слово эгоизм идёт с неким негативным смыслом, потому что человек якобы любящий себя в ущерб всем остальным. Человек должен в центре внимания у себя, это нормальный вопрос, насколько ты глубоко понимаешь. Наличие у себя в центре внимания. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, мы, кажется, мы упрёмся в вопрос, подлинная ли эмпатия, которая направлена на одну группу людей и полностью игнорирует других. Может, их назвать эмпатом? Звонок? Да, ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте, Сергей. А вот господин Левец запрещает русскую культуру, то есть запрет обучения русскоязычному русскому языку, а язык – это же как раз и есть основа культуры, да? Потому что без языка ты культуру никак не передашь следующему поколению. То есть это либо цинизм, либо отсутствие эмпатии, что это такое? Ну, это уже политика? Это политика. Я… понять, где находятся эмоции у политиков, насколько они подлинны, я категорически отказываюсь пытаться это делать. Я лично не знаком с господином Левецем, поэтому ваш вопрос я оставлю без ответа. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон на прямого эфира. Звоните также из-за рубежа. Код плюс 371 и напишите в WhatsApp 230-6191. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. И говорим мы сегодня об обратной стороне эмпатии. Я думаю, вообще говорим об условности нашей терминологии. Потому что эмпатия – это понимание и чувство, а не чужих эмоций. Следующий вопрос, что ты с ним делаешь? Ну, я думаю, что психотерапевты, по идее, профессиональные эмпаты с одной стороны. То есть без эмпатии трудно, что делать в этой профессии. Но у них она контролируема. Но с другой стороны, эмпатия в психотерапии не направлена на то, чтобы человека любой ценой утешать. Терапия, в которой мы понимаем, что человек, проходя через болезненные эмоции, через болезненные воспоминания, страдая, приходит к чему-то очень важному. Человек решает давным-давно нерешённые проблемы, находит ответы на важные для себя вопросы. И если избегать работы с негативными эмоциями, если стараться их сглаживать, это всё, ну, мы сойдём до уровня похлопывания по плечу. Сообщение «всё будет хорошо», «надейся на лучшее», «мысли позитивные». Да, кстати, мысли позитивные тоже пример. Позитивное мышление, мне кажется, тоже пример псевдоэмпатии. Потому что, говоря человеку «мысли позитивные», ты просто отмахиваешься от его чувства. Ты не хочешь их слушать. То есть, фактически это равноценно тому, что называют «иди куда-нибудь подальше». Да, ну, не то, что иди, я тебе не присылаю, не говорю, отставь меня в покое. Я тебе даю добрый совет. Но просто я настолько не хочу слышать то, что тебе плохо, что я предпочту отделаться от тебя некими общими фразами. Ну, человеку свойственно искать людей, которые будут к нему испытывать эмпатию. Почему я задаю этот вопрос? Вот у меня складывается впечатление по социальным сетям и по наблюдениям за отдельными пользователями, что они окружают себя эмпатами или псевдоэмпатами, и когда они пишут, в том числе, скажем так, провокационно какие-то вещи, обзывают кого-то, они получают поддержку от тех людей, которые в их как раз френд-группе находятся. Тогда желание получать поддержку – это желание получать эмпатию или это всё-таки разные вещи? Вот эти лайки – это суррогат эмпатию? Псевдоэмпатию. Это желание получать эмпатию. Это желание получать какую-то позитивную реакцию на себя. Желание получать одобрение и тому подобные вещи. Но я думал, что лайк лайку рознь. Лайк – это вообще достаточно… Лайк – это графическое изображение «ты мне нравишься» или «мне нравится то, что ты думаешь, или то, что ты делаешь, то, что ты говоришь». При этом ты можешь не нравиться. Я думаю, что не нравится. И при этом, конечно, люди, которые гордо сообщают, у меня столько-то лайков, или у меня столько-то фолловеров, как это называется и так далее, люди, которые создают себе иллюзию того, что я всем нравлюсь. Чем больше у меня таких, тем больше я нравлюсь. И это такая вымышленная эмпатия. Ты получаешь, как бы сказать, это фантазия о любви и сопереживании, направленных на тебя. Но это тяга к эмпатии? К получению эмпатии? Или нет всё-таки? Ещё раз, эмпатия – это способность испытывать эмоции. Мы не можем сделать тягу к эмпатии от кого-то. Но вызвать способность у кого-то испытывать эмоции к нам, в том числе через социальные сети. Мы не можем вызвать способность, мы можем вызвать эмоции. Ну, скорее эмоции, да. Мы можем вызвать эмоции. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Март, конечно, с вами. Да. Хотел спросить, короткий вопрос, какая разница между чувством жалости и эмпатии? Спасибо. Да, спасибо. Ну, уже разница очевидна. Эмпатия – это более широкое понятие. Эмпатия – это способность испытывать разные чувства. Это тоже способность осознавать чувства своего собеседника. Если ему плохо, ты можешь испытывать жалость. Если ему радость, ты можешь радоваться вместе с ним. То есть жалость – это одна эмоция, это способность услышать конкретные негативные эмоции, это человеческое страдание и испытать к нему сочувствие. То есть эмпатия всё-таки более универсальное понятие. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Ещё раз. Значит, я пробовал попасть в комбутсмену. Ну, к нему не пускают, там юриста тебе предлагают. И я юристу объясняю, что я хожу по чиновникам, пробую там решить свои задачи, а они меня все посылают на три буквы в суд. Вот. И он объясняет, что, ну, может быть, так звёзды на небе расположились, что вот чиновники вот такие вот, они чёрствуют. То есть получается, что, может, в чиновники как раз и набирают специально людей вот такой без эмпатии, да? И, кстати, и в юристы тоже. То есть куда они обращаются, везде цинизм. Вот думают одно, говорят другое, там делают третье. Да, спасибо. Ну, я не знаю, чиновник очень общее понятие, я не знаю критериев. Я думаю, конечно, что выбор большинства чиновников на должность понятия эмпатии критерием не является. Наверное, есть сферы, где являются, но в массе своей нет. Я сочувствую, что вы испытываете все эти неприятные эмоции, но, боюсь, мне даже нечего вам посоветовать, я не способен влиять на чиновничий аппарат. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите нам в WhatsApp 2306191. А в каких профессиях, кстати, эмпатия может быть востребована? Везде это между делом с людьми. Медицина, педагогика, социальные службы. Ну, по идее, конечно, любой чиновник, работающий с людьми, с их нуждами, с их потребностями, должен быть наделён эмпатией. Наверное, даже там человек, наделённый некой гипертрофированной способностью улавливать чужое страдание, наверное, выгорит. Доктор Хаус, кстати, вспоминается. Доктор Хаус, его цинизм вполне себе защитный, но при этом человек, насколько я помню, по фильму, идущий на всё для того, чтобы помочь страждущим. Ну, вот это тоже тогда речь идёт об эмпатии, вот когда человек, скажем так, её открыто не проявляет, или эмпатия всё-таки, она всегда проявляется открыто, её нельзя спрятать? Я думаю, что эмпатия совсем не всегда демонстративна. Более того, что человек козыряющий и очень много говорящий о своей способности сострадать, о жалости ко всем, обычно это всё-таки проявляется в его действиях, а не в долгих сочувственных речах. Я думаю, всех, кого мы знаем из истории, известных филантропы, гуманисты, помогавшие страждущим, известны скорее своими действиями, нежели текстами об этом. Но ведь мы часто видим в социальных сетях реакцию на то или иное трагическое событие, когда люди начинают там либо очень ярко выражать свои эмоции, сопереживания, сочувствия, но потом всё это быстро проходит и, в общем-то, уже забывают о том, какой самолёт когда разбился, какую аватарку там ставили и так далее и тому подобное. То есть вот это показательная история такая. Или в тот момент люди искренне могут действовать? Я думаю, что люди, и в том числе мы с вами, Вадим, ну мы все несовершенны, мы наделены способностью сопереживания кому-то, и мы стараемся, потому что большинство людей, судя по передаче «Зелёная лампа» и прочим вещам, люди способны слышать чужую боль, помогать и заботиться. И в то же время люди, наверное, к счастью, защищены какими-то механизмами от бесконечного испытывания сострадания. Тогда уже с ума сошли. В этом невозможно жить, так невозможно существовать. Я думаю, даже люди, у которых случаются беды в их собственных семьях, им приходят на помощь какие-то защитные механизмы, потому что иначе в этом жить просто невозможно. Поэтому я думаю, что мы привыкли говорить о завсегдатах социальных сетей с некоторым пренебрежением. Но мы сами там находимся, поэтому это и про нас тоже есть. Это вот о судье, кто это, про нас в том числе. Поэтому, мне кажется, оценивать чужие способности, если ты учёный, если ты играет в ход сферы твоей профессии, это одно дело. Вот что мы способны, наверное, как-то. И терпеть, у слова, прокачивать, она откуда-то из... По-моему, язык. Сейчас очень часто используют. Да. Ну, не знаю, если я правильно это застаю. Несколько человек за последний день мне сказал. Прокачать собственную эмпатию. Вот, учитывая то, о чём мы сегодня говорили, любой человек может задаться вопросом. Я испытываю сочувствие ко всем страждущим или только к тем, кто, по моему мнению, этого достойен. Достойны сочувствия и помощь только те, кто разделяет мои взгляды. Или, в общем-то, любой страдающий заслуживает такого-то сопереживания. То, что я жалею людей, то, что я сочувствую и стараюсь помочь, это в итоге для них во благо или это может быть разрушительно и для них, и для меня? Я думаю, нет ничего, нет никаких аксиом в сфере человеческой морали, человеческих отношений. Всё заслуживает осознания, всё заслуживает приложения к конкретной ситуации, всё заслуживает в первую очередь всё-таки обращения с вопросом к самому себе. Я что чувствую? То, что я сейчас спрашиваю пациенту, что вы чувствуете? Откуда эти чувства? Куда они вас ведут? С тем же вопросом можно обращаться сами к себе, и это приводит к интересным результатам. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим программу «Диагноз недели». В студии работал врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся через час в программе «Вечерний интерактив». Впереди программа «Открытая кухня». А Ариэлю мы говорим до свидания. Встретимся на следующей неделе в программе «Диагноз недели». Так что оставайтесь с нами. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...